Русская гвардия или Российская императорская гвардия или Лейбгвардия – отборная привилегированная часть вооруженных сил Российской империи. Гвардейские формирования в силу своего привилегированного положения и близости к императору играли решающую роль в дворцовых переворотах XVIII века. Основной силой переворота, приведшего к власти Елизавету, являлась Гренадерская рота Лейбгвардии Преображенского полка Екатерина II, Измайловский и Семеновский полки. А большинство участников заговора, закончившегося убийством Павла I, были гвардейскими офицерами или нижними чинами. С 1800 года в гвардии утвердилась система шефов полков. Шефами ряда гвардейских полков были назначены император, императрица и великие князья. Так, император числился шефом полков Преображенского, Егерского, Павловского, I и IV Стрелкового, Керасирского его величества иконогвардейского полков, императрица шефом кавалергардов и Керасирского ее величества полка и т.д. Шефы полков получали привилегию носить мундир подчиненного им полка, причем изготавливались специальные мундиры для императриц-княжон. С увеличением количества формирований в гвардии в 1813 году она разделилась на старую и молодую. Гвардия была отдельным формированием и соответственно имела привилегированное положение по сравнению с армейскими частями русской армии, плотом и т.д. по возможности выслуги. На 1883 год армейскому офицеру требовалось более 30 лет, чтобы дослужиться до чина полковника, гвардейскому от 15 до 18 лет. В то же время в трех наиболее привилегированных гвардейских полках – 10 лет. К концу XIX века гвардейское офицерство состояло в основном из потомственных дворян. В гвардейской кавалерии 96,3%, в гвардейской пехоте 90,5%. В то же время в армейской пехоте дворянами было всего 39,6% офицеров. Строго контролировались браки гвардейских офицеров. Женить бы на дочери купца, банкира, биржевика, пусть с многотысячным приданом, влекла за собой выход из гвардейского полка. На начало Первой мировой войны Российская императорская гвардия была сведена в 4 гвардейские пехотные дивизии, 2 гвардейские кавалерийские дивизии, ряд отдельных гвардейских частей и подразделений уровня полк, батальон рота, и командовал ей генерал-адъютант, главнокомандующий войсками гвардии Петербургского военного округа. Генерал-ад кавалерий Великий князь Николай Николаевич при Петре Первом. Предсечей русской гвардии стали потешные войска Петра Первого, обучавшиеся иноземному строю. Первым русским гвардейцем считается Сергей Леонтьевич Бухвостов, первым записавшимся в потешные в 1683 году. В 1692 году потешные были сведены в 3-й Московский выборный полк под началом А.М. Головина. В 1700 году оба эти полка стали именоваться Лейб-гвардейскими. В 1700 году в битве при Нарве два гвардейских полка в течение трех часов сдерживали натиск шведов, за что уберофицеры этих полков награждены знаком отличия с надписью «1700. Ноября 1919». В знак того, что гвардейцы сражались по колено в крови, Петр Первый приказал заменить их челки с зеленых на красные. В начальном периоде Северной войны гвардейские полки использовались как основная ударная сила русской армии. При осаде Натибурга Ниеншанца Нарвы в сражениях при Добромой Лесной в 1701-1706 годах русскими гвардейскими полками командовал И.Чамберс. С 1706 года князь Ямам Голицын. Указом Петра Первого 20 августа 1706 года чинам гвардии давалось старшинство на одну ступень выше армейских по табелерангах. Эта разница была увеличена до двух ступеней. Петр Первый использовал гвардейские полки в качестве личной охраны, именуя их сберегательными царскими, а также постоянно откомандировывал гвардейских офицеров для проведения следствий по поводу злоупотреблений, контроля за судопроизводством и за соблюдением военных контрактов. Так, за царевичем Алексеем за границу был послан капитан Преображенского полка, а в 1721 году император откомандировал даже солдата Семеновского полка в Киевскую и Орловскую губернии. Для понуждения губернаторов, вице-губернаторов, воевод, коммергеров, комиссаров и прочих правителей в сборе всяких денежных сборов за 1719, 1720, 1721 и 1722 годы, Комплектование гвардии в царствовании Петра Первого гвардия пополнялось преимущественно дворянами, только после значительных потерь в сражениях стали, допускать в ней переводы из армии и прием рекрутов. Каждый дворянин, поступивший на военную службу, прежде чем сделаться офицером армии, должен был поступить рядовым в один из гвардейских полков и прослужить в этом нижнем чине до тех пор, когда государю утвердит баллотировку его в офицеры, на которой основывалось в то время производство в чинах. Для подготовки офицеров в армейские кавалерийские полки в 1721 году сформирован Кроншлотский драгонский полк, которому повелено было состоять из одних дворян и называться лейб-региментом. Полк этот, хотя и послужил основанием для лейб-гвардейского конного, но при Петре Великом не имел тех прав и преимуществ, которыми пользовались полки гвардии. При Петре Первом дворяне были обязаны перед получением офицерского чина отслужить в гвардии рядовыми. Со временем многие дворяне начинают в массовом порядке избегать этого, записываясь на фиктивные рядовые должности еще в детстве. В некоторых случаях дворянина записывали рядовым в гвардию даже до его рождения, когда было еще неизвестно, родится мальчик или девочка. Еще в 1744 году Елизавета указала расписать дворянских недорослей, имевших поместье, по полкам гвардии с 12 лет, разрешив им за малолетством 3 года оставаться с родителями при условии обучения дома наукам и строю. Мемуарист графа Ф. Ланжерон писал, что вельможи или лица, пользующиеся протекцией, нигде почти не служили в оберофицерских чинах. Уже в день рождения их записывали сержантами в гвардию. В 15-16 лет они офицеры, а живут дома, если же находятся в Петербурге, то едва занимаются службой. Наконец, дослужившись до капитанов, выходят в отставку бригадирами или в армию полковниками. Гвардийские полки имели от 3 до 4 тысяч сверхкомплектных сержантов, которые никогда не служили. Важным шагом становится жалованная грамота дворянству 1785 года, окончательно закрепившая исключительное положение дворянского сословия. При Екатерине I, при императрице Екатерине I учреждена была кавалергардия и кроме того, к составу гвардии причислен либ гвардии Московский батальон, находившийся в Москве и составленный из неспособных к службе чинов гвардейских полков. При Анияновне, при императрице Анияновне Лейпрегемент переименован в Лейбгвардии конный полк и сформирован гвардейский пехотный полк. Названный Змайловским, особый гвардейский отряд участвовал в походе против турок 1735-39 годов при Елизавете. Императрица Елизавета Петровна приняла сама чин полковника всех гвардейских полков, а гренадерскую роту преображенцев, способствовавшую ее вступлению на престол, отчислила от полка и сформировала особую роту, наименовав ее Лейбкомпанией. При Петре III, при императоре Петре III Лейбкомпания была упразднена при Екатерине II. При императрице Екатерине II распущен Лейбгвардии Московский батальон, взамен которого учреждена инвалидная команда в Муроме. Названная Лейбгвардии Муромской инвалидной командой, гвардия принимала деятельное участие в русско-шведской войне. При Павле I император Павел I усилил гвардейские полки, включив в их состав части войск. Находившиеся при нем в Гатчине до его восшествия на престол образованы были также Лейбгвардии артиллерийский батальон, Лейбгвардии егерский батальон и полки, Лейбгвардии гусарские и Лейбгвардии казачьи. А из неспособных полевой службе гвардейских нижних чинов составлен Лейбгвардии гарнизонный батальон. Также было отменено преимущество гвардейских чинов над армейскими. Император Павел I пытается навести порядок в гвардии в армии, уволив офицеров, числившихся в штате лишь номинально, но годами не появлявшихся в частях. Этот шаг серьезно ущемил интересы дворянства и содействовал свержению Павла I. К концу XVIII века рядовые должности в гвардии уже заполняются в основном рекрутами из податных сословий при Александре I. При императоре Александре I из Лейбгвардии егерского батальона сформирован Лейбгвардии егерский полк. В 1806 году из удельных крестьян ближайших к Петербургу в отчин сформирован батальон императорской милиции, получивший за отличие в войне 1808 года право гвардии. В 1811 году из него сформирован Лейбгвардии финляндский полк. В том же году от Преображенского полка отделен один батальон на формирование Лейбгвардии литовского полка, переименованного в 1817 году в Лейбгвардии московский. В том же 1817 году в Варшаве сформированы полки Лейбгвардии литовский и Лейбгвардии волынский. В 1810 году учрежден гвардейский экипаж, а в 1812 году Лейбгвардии саперный батальон. Отдельный гвардейский корпус. 3 апреля 1812 года сформирован гвардейский корпус. В декабре 1829 года переименован в отдельный гвардейский корпус. 3 февраля 1844 года по 1856 году командиру отдельного гвардейского корпуса подчинен также гренадерский корпус. Штаб корпуса реорганизован в штаб главнокомандующего гвардейским и гренадерским корпусами. С 1849 года штаб главнокомандующего гвардейскими и гренадерским корпусами. В 1856 году восстановлен штаб отдельного гвардейского корпуса. При штабе корпуса существовали комиссии, гвардейская казарменная комиссия и комиссия о ремонтировании кавалерии. Корпус был упразднен в августе 1864 года с введением положения военно-окружном управлении. Штаб корпуса преобразован в штаб войск гвардии Петербургского военного округа. В 1813 году полки Лейб-Гренадерский и Павловский за отличие присоединены в гвардии. Причем их офицерам дано преимущество одного чина перед армейскими. Полки эти образовали новую или молодую гвардию. В отличие от которой прежние полки назывались старой гвардией, офицеры молодой гвардии в обществе стали называться гвардионцами. В 1809 году сформированы Лейб-Гвардии Драгунский полк и Лейб-Гвардии Уланский полк, а в 1814 году Лейб-Гвардии Конно-Егерский полк. В Варшаве сформирована в 1817 году Лейб-Гвардии Подольский Керасирский полк и Лейб-Гвардии Уланский полк его высочистого цесаревича, а в 1824 году Лейб-Гвардии Гродненский Гусарский. Кроме того сформированы Лейб-Гвардии Жендармский полуэскадрон, Лейб-Гвардии Конно-Пионерный эскадрон и Лейб-Гвардии Инвалидная бригада. За отличия оказанной в войне с французами, к составу Молодой гвардии причислен Лейб-Гвардии Керасирский Его Величество полк. В 1805 году образована Лейб-Гвардии Конная артиллерия. В 1811 году Лейб-Гвардии Артиллерийская бригада. В 1816 году разделенная на Первую и Вторую бригады. В 1817 году в Варшаве сформирована гвардейская батарея инарота, вошедшая в 1821 году в состав сводной гвардейской и гренадерской артиллерийской бригады. Гвардия принимала участие во всех войнах, которые велись в царствование императора Александра I, кроме турецкой и персидской. При Николае I, московский отряд гвардейского корпуса сформирован в марте 1826 года для участия в коронации императора Николая I. Состоял из двух бригад пехоты, образованных из батальонов гвардейских полков особого кавалерийского отряда, трех батарейных рот и взвода жендармов. Командир отряда Великий князь Михаил Павлович, начальник штаба отряда генерал-майор Акагеруа, расформирован в ноябре 1826 года. При императоре Николай I в 1829 году к составу молодой гвардии причислен финский учебный стрелковый батальон с переименованием в лейб-гвардии финский стрелковый батальон. Ему равно как полкам лейб-гвардии Гренадерскому и Павловскому до Равана в 1831 году за отличие в польской компании право старой гвардии. Тогда же Санкт-Петербургскому короля Фридриха Вильгельма III кексгольмскому императора австрийского гренадерским полкам Павилена состоять при гвардийском корпусе. В 1827 году сформирована лейб-гвардии Крымско-Татарский эскадрон и лейб-гвардии Кавказско-Горский эскадрон. В 1831 году лейб-гвардии Кирасирский и его величество полк соединен с лейб-гвардией Подольским Кирасирским под общим названием лейб-гвардии Кирасирский. Его величество и с правами старой гвардии одновременно с этим дарованы право старой гвардии полкам лейб-гвардии Конно-Егерскому и Гродненскому-Гусарскому, а молодой гвардии Атаманскому-Казачьему. Лейб-гвардии Драгунский полк переименован в Лейб-гвардии Коно-Гренадерский, а Лейб-гвардии Коно-Егерский в Лейб-гвардии Драгунский. В 1830 году сформирована Лейб-гвардии Донская Коно-артиллерийская рота, а в 1833 году все артиллерийские роты переименованы в батареи. В том же 1833 году гвардия была разделена на два корпуса – гвардейский пехотный и гвардейский резервный кавалерийский. Царствование императора Николая I гвардии участвовало в турецкой и польской войнах при Александре II. При императоре Александре II в 1856 году во всех гвардейских пехотных полках сформированы стрелковые роты, по одной на батальон, и тогда же сформированы вновь лейбгвардии 1-й и 2-й стрелковые батальоны. Первый из них в 1858 году назван лейбгвардией 1-й стрелковым его величества батальоном. В 1856 году к составу гвардии причислен лейбгвардии стрелковой императорской фамилией батальон, сформированный во время Восточной войны 1853-1856 годов из отдельных крестьян. Батальоны эти в 1870 году соединены вместе с лейбгвардией финским стрелковым батальоном в одну гвардейскую стрелковую бригаду. Гвардейская инвалидная бригада расформирована в 1859 году. Из лейбгвардии гарнизонного батальона в 1873 году сформирован кадровый батальон лейбгвардии резервного пехотного полка. В 1856 году лейбгвардии Керасирскому ее величество полку дарован и право молодой гвардии для собственного его величества конвоя сформированы три лейбгвардии казачьих эскадрона, а лейбгвардии крымско-татарский эскадрон расформирован. При императоре Александре II гвардия участвовала в походе для подавления польского мятежа 1863 года и в русско-турецкой войне 1877-1878 год. По окончании этой войны 17 апреля 1878 года лейбгвардии атаманскому наследнику цесаревича полку дарован и право старой гвардии. А в 1884 году те же права получили лейбгвардии Керасирске и ее величество полка лейбгвардии 4-й стрелковой императорской фамилии батальон. С 1864 по 1874 годы гвардия не составляла корпусов или корпуса. В 1874 году восстановлен гвардейский корпус. Гвардейский отряд почетного конвоя Его Величества сформирован 11 мая 1877 года для охраны главной квартиры во время пребывания Александра II в действующей армии в период русско-турецкой войны 1877-1878 годов. После его отъезда из армии в декабре 1877 года отряд состоял при главнокомандующем действующей армии. В отряд входили две роты пехоты – полуэскадрон кавалерии, полурота саперов и пеших артиллеристов из гвардейских и подшефных императору армейских частей. Командовали отрядом флигеля дьютанты П. Озеров, Каэрунов, П.П фон Инзин. Отряд расформирован 29 ноября 1878 года. Дислокация гвардии в начале XX века. Санкт-Петербург. 1-я и 2-я пехотные дивизии. Два полка тяжелой кавалерии. Гвардейская артиллерия. Гвардейский флотский экипаж. Лейб-гвардии. 3-й стрелковый батальон. Лейб-гвардии. Саперный батальон. Также полки. Лейб-гвардии. Казачий. Атаманский. Сводно-казачий. Собственно его императорского величества. Конвой. Царское село. Кавалерийские полки. 1-й, 2-й и 4-й стрелковые батальоны. Гатчина. Лейб-гвардии. Кирасирский ее величество. Петергов. Кавалерийские полки. Варшава. Пехотные полки. 3-й гвардейской пехотной дивизии. Лейб-гвардии. Гродненский гусарский полк. Лейб-гвардии. Уланский его величество полк. Российская императорская гвардия. К 1917 году. 1-й гвардейский корпус. 1-я гвардейская пехотная дивизия. 1-я бригада. Лейб-гвардии. Преображенский полк. Лейб-гвардии. Семеновский полк. 2-я бригада. Лейб-гвардии. Измайловский полк. Лейб-гвардии. Егерский полк. Лейб-гвардии. 1-я артиллерийская бригада. Лейб-гвардии. 1-я парковая артиллерийский дивизион. 2-я гвардейская пехотная дивизия. 1-я бригада. Лейб-гвардии. Московский полк. Лейб-гвардии, Гренадерский полк, 2-я бригада, Лейб-гвардии, Павловский полк, Лейб-гвардии, Финляндский полк, Лейб-гвардии, 2-я артиллерийская бригада, Лейб-гвардии, 2-й парковый артиллерийский дивизион, Лейб-гвардии, 1-й мартирный артиллерийский дивизион, Лейб-гвардии, 1-й мартирный парковый артиллерийский дивизион, 1-й батальон Лейб-гвардии, Саперного полка, 2-й гвардейский корпус, 3-я гвардейская пехотная дивизия, 1-я бригада, Лейб-гвардии Литовский полк, Лейб-гвардии, Киксгольмский полк, 2-я бригада, Лейб-гвардии, Петроградский полк, Лейб-гвардии, Волынский полк, Лейб-гвардии, 3-я артиллерийская бригада, Лейб-гвардии, 3-я парковая артиллерийская дивизион, гвардийская стрелковая дивизия, Лейб-гвардии, 1-й стрелковый его величество полк, Лейб-гвардии, 2-й стрелковый царско-сельский полк, Лейб-гвардии, 3-й стрелковый его величество полк, Лейб-гвардии, 4-й стрелковый императорской фами Лейбгвардия 2-я мартирная артиллерийская дивизион Лейбгвардия Керасирский его величество полк Лейбгвардия Керасирский ее величество государынь императрица Марии Федоровны полк Третья бригада Лейбгвардии казачьей его величество полк Лейбгвардии атаманский его императорского высочистства наследника цесаревича полк Лейбгвардии сводноказачий полк 1-й дивизион Лейбгвардии конной артиллерии 1-е его величество батарея Четвертое его императорского высочистства наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича Батарея 2-я гвардейская кавалерийская дивизия 1-я бригада Лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк, Лейб-гвардии Уланский и Я Величество Государынь-Императрица Александры Федоровны полк 2-я бригада Лейб-гвардии Драгунский полк, Лейб-гвардии Гусарский и Его Величество полк 2-я дивизион Лейб-гвардии Конно-Артиллерии 2-я его императорского высочистства генерал Фельцехмистера, Великого князя Михаила Николаевича Батарея 5-я его императорского высочистства и Великого князя Михаила Александровича Батарея 1-я бригада Лейб-гвардии Уланский и Его Величество полк Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк 3-я его императорского высочистства Великого князя Георгия Михаилаевича Батарея Лейб-гвардии Конно-Артиллерии 2-я бригада Лейб-гвардии 6-я Донская казачья и Его Величество батарея Лейб-гвардии Конно-Артиллерии В ней составы корпусов рота дворцовых гренадер, собственно его императорского величества, сводный пехотный полк, собственно его императорского величества конвой, гвардейский полевой жандармский эскадрон, гвардейский запасный кавалерийский полк либгвардии тяжелый артиллерийский дивизион. Третья телеграфная и прожекторная рота эллип гвардии саперного полка, собственно его императорского величества железнодорожный полк, гвардейский корпусный авиационный отряд, первый военно-дорожный отряд войск гвардии, гвардейский экипаж.